Всем привет, ребятушки, с долгожданного четверга. Сейчас мы окошко тут откроем, вот так чуть-чуть. Отправляемся с Барсиком в ветклинику. И молю Бога и надеюсь на то, что у нас будут хорошие анализы. И что сегодня нам выпишут необходимые лекарства, для того, чтобы у Барсика больше не чесалась кожа и не появлялись вавки. Но сразу забегая наперед, скажу о том, что по истечению этих двух дней, вторника и среды, у нас появились вавки по телу, еще добавились, и на хвосте появилась вавка вчера. В общем, я не могу сказать, что это Барсик их сам делает, расчесывает. Скорее всего, что что-то с кожей случилось, может какой-то вирус, какая-то болезнь, не знаю, из-за чего это может быть. Грешу уже на все, и на капли, и на ошейник я ему от блох одевала, от клещей. Возможно, от него аллергия, возможно, он ходил на задний двор, там полно разной травы, крапива и всякая разная, там репьяхи. Может, трава как-то его поколола, и у него аллергия на что-то. В общем, едем в больницу, и по факту уже потом расскажу, что нам сказали. Дай бог, чтобы все было хорошо. Ребятушки приехали, тут такая колейка большая, столько машин стоит. Перед нами три человека с тремя своими питомцами, с собаками. Две маленькие собачки и одна большая. Я наоборот думала, что приеду где-то в часов 10-11, потому что, ну, поскольку уже не раз ездили в эту ветклинику, то знаю о том, что с утра они в основном назначают какие-то операции, поэтому утром лучше не ехать, лучше ехать в обед и после обеда. Не знаю, успеем мы до перерыва или нет, потому что время сейчас... Сколько сейчас время? 11 часов сейчас. Два часа у нас времени, думаю, должны успеть. Так, уже один парень пошел, это радует. Барсюнечка, переживаешь? Все будет окей, не переживай. Потому что у него еще появились раны и на огоне, и тут, и на клятце. И еще я мыслью, что не может быть аллергия, потому что я ему закладала... И остальные кропли Байер, и это было в липцу, почуток липца. Ну, то есть все стали делать. И тут венцы стали у него... Какой-то такой... Прочуни. А тут лейкоциты, вы же нормы, так? И что это, мама? Но это не значительно. Это... У котов тоже часто со стрессом связано с тем, что нужно ждать. Ну так, он очень стрессует. Ну, 14,8 часов, это не лейкоцитовая. Это может быть стрессовое у этого котка, поэтому я тут не занимаюсь этим. Так, все в порядке. Так, все в порядке. Угу. Угу. тут и вчера я его водой умила, потому что здесь все у него было так и даже лучше. Еще здесь раны появились, здесь мама, здесь где-то тоже и на огонь, здесь больше стало. Он тебя драпит или нет? Здесь драпит, а здесь я хочу умыть себе. А здесь я даже не знаю, как это поверить, как хлеб или что-то такое. И тут и на огонь тоже. А аппетит ма? Аппетит ма, но не так, как в Печне. Да. Или он вожил? Пенч 700, остатний пенч. Ну и видать по нему он слабый, бо хотел на креселка вскочить, а не смог и спать. Ну и такой худый, он нигде такой худый не был. А купать нормально? Так, так, здесь так, ходил рану, шистку топшу. Все, ребятушки, мы сходили к врачу, нас посмотрели, увидели, что у нас появились еще ранки. И по поводу анализов, у нас с анализами все отлично. Барсик чистенький, без всяких вирусов, болезней. Ну, я как бы и не сомневалась, потому что я уже 300 раз повторю то, что для меня мой кот очень много значит. То есть я его заводила, значит, я несу за него ответственность надо открыть эту шарку. Все, Барсюша, едем, едем. Сейчас окна подкрываем. Сейчас едем. В общем, анализы у нас в норме. Мы все чистенькие, здоровенькие. Ничего у нас не выявилось. Паня сказала, а лоякий он есть кжечный? Я говорю, так, он как пес. Хоть до мне он едет, у сень он сидит. Она говорит, я не видела такого кота, такой кжечный. И теперь нам надо собрать кал по трех дней. И 15-го какой-то праздник в Польше, не знаю какой точно. То есть 16-го числа у нас визит. Нам нужно будет привезти кал трех дней. И мне надо заехать в аптеку и купить поемник, баночку эту для анализов. Потому что это получается трех дней. Это у нас сегодня он уже в туалет сходил по-большому. Это у нас пятница, суббота, воскресенье. Ну там еще понедельник, но как раз с завтрашнего дня надо будет уже собирать. Только как мне это сделать, все. Мне как бы не хочется Барса тоже оставлять в машине. Взять его с собой, что ли. Может здесь где-то есть аптека рядом. Ой, ладно, что я сижу, болтаю, позже включусь. Иду вместе с Барсиком, а то я не хочу его оставлять в машине. Еще хотела загрузить видео наших... Боже, голова, голова моя голова. Хотела загрузить видео и взяла свой роутер, а он разряженный. Не взяла провод. Так что будет дома долго грузиться. Пойду с Барсиком вместе, потому что его в машине не хочу оставлять. В машине душно. Все, ребяточки, едем мы уже домой. Сходила с Барсиком на рынок, купила помидоры. Потом мы пошли с ним в аптеку сходили. Ой, ой. Не оставляла его самого в машине, потому что на улице жарюка невыносимая. И в машине с закрытыми окнами сразу становится духота. Но, естественно, машину мне надо выключить. Я не могу оставить ни окна открытые, ни кондиционер. Поэтому ходила везде с Барсюшей. Он нормально себя чувствует. Не кричал, не плакал. Значит, еще пока терпимо. Еще ему не сильно душно. Нам осталось уже чуть-чуть от этого дома. Теперь вот это у меня загадка, из-за чего у него такие раны. И самое интересное то, что не все раны он сделал сам себе. То есть изначально что-то пошло не так и появились раны. Наверное, с его стороны надо закрыть окно, чтобы он не щумел. А, и пани врач... Что, проезжаешь? Проезжай. Вообще ездить нельзя по пешеводному переходу на велосипедах. Пани врач нам сделала два укола. Один антибиотик, который поможет, чтобы у него бабочки заживали. А второй она ему вколола, чтобы у него не было раздражения. Чтобы он не хотел чесаться. Сказала понаблюдать сегодня за ним. Будет ли он вообще чесаться сегодня. Я там показывала, что он иногда хочет себе так почесать. А я руку подставляю, чтобы он не расчесывал себя. В общем, понаблюдать за ним. Ну и собрать кал. Будем проверять кал, сдавать на анализ. Потому что анализ крови показал, что барсик здоровый. Все у него отлично. Он чистенький. Все показатели у него в норме. Все замечательно. Поэтому сегодня будем наблюдать, как он себя будет вести. Хуже или лучше ему будет. Ну и до вторника. Во вторник поедем задавать дальше анализы. И заодно посмотрит барсика, как у него заживают ранки его. И не появилось ли новых. Дай Бог, чтобы не появилось новых. Чтобы все заживало. Такие у нас новости. Не скажу, что все отлично. Но слава Богу, что ничего плохого у нас не выявили в крови. Это меня радует. Моя прелесть. Идем, идем домой. Сейчас, может, покушаешь. Да будешь отдыхать. Да? Мы дома. Дома. Распереживался мой малыш. Не плякал опять. Вижу слезки. Пойдем домой. Пойдем, мой зайка. Барсюня. Догоняй мамочку. Так жечный мой котик. Видишь, все увидели, что так жечный. Купили мы поемник. Это наши анализы. О, кто тут плякал? Павидоры купили. О, кто тут плякал? Дай глазки выводи. Плякала моя киса. Заходи домой. Коханы, мы в дому. Только надо пойти мне еще контейнер завести. На место поставить. О, видишь, тебя тоже целует. Переживал за Барса? Иди на улицу пописывай погуляй. Соты, перезывал за нас? У нас все хорошо. Все хорошо. Бартик немножко поплакал. А так все в целом хорошо. Да. Все хорошо. Не переживай. Ммм. Сота. Мортыска. 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 Видите, как Тоша стал радоваться, когда мы приезжаем? Поспокойней. Сдерживает свои эмоции. Сильно не орет. Но при этом радуется. А то, что по первой это вообще была невыносима. Крик такой, что все соседи в шоке были. Но это когда я уезжаю. Потому что если мы с Милошем вместе уезжаем, то, конечно, он вяжет. А так он вроде как с Милошем дома и чувствует себя нормально, спокойно, комфортно. То есть сильно не обижается, что он остается с котами дома. Владочки, надо что-нибудь перекусить и заниматься делами. Ох, ты мой царь. Ох, ты мой красавец какой. Ой, ты мой красавец. Слушай, а не лезь в объектив. Барсик. Барсик. Ну ты красавчик, конечно. Ну ты красавчик. Довольный, что приехал домой, да? Ты довольный, что приехал домой? Мне кажется, он сейчас в спадке будет. Ему сделали два угольтика. Мне кажется, он сейчас будет в спадке. Моя рыбка. Моя рыбка. Любимочка тебе моя. Ой, вот такой поемник. Есть лопаточка. Будем собирать калу Барсюши. Да, Барсюнь? Манюня. Манюня. Манюня.